У меня одни аккумуляторы пришли. Раз, упаковочка идет, три таких баллистера и вот непосредственно сами аккумуляторы в количестве 12 штук. Смотрим на коробочке, они соединены между собой, как-то вот так и разъединяются, пока не понял, как видена. Вот эта часть идет вниз, в бок, не знаю, как назвать. В общем, три гипер-блока, раз, два, три, что очень удобно. И непосредственно сами аккумуляторы, 1,2 вольта, так называемые аккумуляторы мизинчиковые, некоторых еще называют мини-пальчиковые, 3А и никель-металл гидридные аккумуляторы. Емкость 1000 мах, миллиампер часов, если не ошибаюсь, да, тысяча. В общем, фирма такая достаточно известная, вроде бы ПКЦЛ или ПИСКЕЛ, не знаю, забыл, честно говорю, или никогда не задумался. В общем, такая достаточно известная торговая марка, имеет много отзывов, неплохих такой производитель, такая торговая марка. Многие считают их не совсем плохими. Взял я их для фонарей, для игрушек детям, потому что уже замучился покупать батарейки. Ну, такой комплект достаточно тяжелый. Надо будет скрыть, посмотреть. А что здесь смотреть, все и так видно. Все с каждой стороны написано. Емкость такая достаточно приемлемая, хорошая. Тысяча меня устраивает. Надо будет протестировать на зарядке, которую купил, и посмотреть, что они, себя, их емкость действительно в реальности представляют. Но, почитал, у этого продавца, многие отмечают, после подзарядки не тысяча, а где-то, у кого-то чуть больше, у кого-то 900, там, 950. Ну, не суть. В общем, надоело не тратиться на батарейки. Сейчас я одну распакую, и надо будет ее подзарядить. Так, поставил я 4 батарейки на подзарядку. Выбрал режим нортест плюс ток заряда 300. Ну, желательно, может быть, даже и поменьше, но, к сожалению, у литокала, учитывая недорогую цену, меньшего тока заряда нет. То есть, самый минимальный, это 300, я показываю, в правом верхнем углу, потом 500, 700 и 1000. Да, и выбрал нортест, чтобы посмотреть реальную емкость данных аккумуляторов в конце зарядки. Напоминаю, кто не знал, нортест сначала, при режиме нортест зарядка литокала сначала заряжает, потом разряжает, потом снова заряжает. То есть, три этапа таких. И в процессе разряда показывается реальная емкость аккумулятора. Еще, кто не знал, некоторые считают, что для никель-металлогидридных аккумуляторов, вот перед вами их обозначение, видите, английская буква, вот здесь, над этими цифрами, НИМХ, то зарядка литокала не очень хорошо подходит. Лучше покупать подороже зарядку, если такая опус. Ну, у меня такое существует. Другие, наоборот, считают, что она, в принципе, очень хорошо срабатывает с такими батарейками. А почему говорят, что не очень? Потому что она их якобы перезаряжает, батарейки начинают нагреваться. Не совсем корректно она якобы с ними работает. Так, вроде бы в четвертом слоте загорелась надпись END, она моргает в левом нижнем углу. Это свидетельство о том, что уже реальная емкость аккумулятора, она, относительно реальная емкость, замерена. 1027 матча, а заявлено на батарейке 1000, то есть даже больше. Теперь осуществляется у нас заряд, надо дождаться, когда END перестает моргать, и можно аккумулятор будет уже из четвертого слота вытаскивать. Первый слот у нас вот еще, второй вот, ну и третий слот, я там его немножко переставлял, тут еще вообще никаких показаний, матч нет. Тут скоро заморгает тоже в первом слоте END, и во втором слоте надпись END заморгает. Ну, в общем, будем ждать. Доклад, наверное, часов в 10-11 подзаряжал, здесь эти аккумуляторы, о которых я говорил. Первый слот у нас, реальная емкость аккумулятора 979, но относительно реальная емкость, вот тут показания. Второй слот, 1012, даже больше, и четвертый слот, 1027. В третий слот еще не окончилась зарядка, потому что он стал заряжаться поздно, я чуть ошибся, не знаю, видно, не видно было в том видео, в предыдущий в какой-то момент, чтобы выставил его, но ток заряда почему-то оказался у меня не 300, а самый высокий, 1000. Конечно, таких, мать, подзарядок 1000 много, и я поэтому все заново стал, вот в отношении третьего аккумулятора, третьего слота, делать по-иному. Поэтому еще ничего не окончилось. Ну вот, три аккумулятора подзарядилось, это хорошо.